Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию «Белла Ахмадулина. Сокровище русской поэзии». Поэтесса Белла Ахмадулина вошла в русскую литературу на рубеже 50-60-х годов, когда возник беспримерный массовый интерес к поэзии, причем не столько к печатному, сколько к озвученному поэтическому слову. Во многом этот поэтический бум был связан с творчеством нового поколения поэтов, так называемых шестидесятников. Один из наиболее ярких представителей этого поколения стала Белла Ахмадулина, сыгравшая наряду с Андреем Вознесенским, Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским и Булатом Акуджавой огромную роль в возрождении общественного самосознания в стране в период оттепели. Именно Ахмадулиной выпала нелегкая миссия подхватить поэтическую эстафету из рук великих предшественников, восстановить, казалось бы, на вечно распавшуюся связь времен, не дать перерваться цепочки славных традиций отечественной словесности. И если сейчас можно смело говорить о существовании самого понятия «изящная словесность», то это во многом является заслугой Беллы Ахмадулиной перед русской литературой. Изабелла Ахатовна Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве в семье Надежды Макаровны Лазаревой и Ахата Валиевича Ахмадулина. В поэме «Моя родословная» она, восстанавливая историю своей семьи, пишет, «Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии, стопани, была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно во многих поколениях, украшенному яркой чернотой волос и глубокой выпуклой теменью глаз». Несмотря на смешение итальянской, татарской и русской кровей, своей родиной Ахмадулина, безусловно, ощущала и осознавала только Россию. «Я русская, по чувству и устройству, по матери, по бабушке, по паспорту. Мой отец казанский татарин, ко времени моего рождения обрусевший под влиянием среды и отсутствия соплеменников и собеседников». Выросла Ахмадулина под чутким присмотром русской бабушки Надежды Митрофановны, человека редкой душевной доброты и бескорыстия. Она обожала животных и вдвоем с внучкой, они подбирали бездомных собак и кошек. Позже Белла будет заниматься этим всю жизнь, передав любовь к животным двум своим дочерям, Ане и Лизе. «Я полностью солидарна с Анастасией Ивановной Цветаевой, которая говорила «Слово собака пишу большими буквами», — сказала как-то она. Бабушка много читала, и именно с ее голоса, бормочущего буря мгло и небо кроет, начался для маленькой Беллы Пушкин. Раннее довоенное детство Ахмадулиной проходило в центре старой Москвы. Моросейка, Покровка, Чистые пруды. Ученические годы в школах Колпачного, а потом Лялина Переулков. Стихи она начала писать рано. Уже в детстве сочиняла поэмы и повести, романы, драмы, комедии, мемуары, как вспоминала позже. Среди прочих творений было и собственное продолжение «Горе от ума», но все свои детские опыты она называла жуткими и чудовищными. Окончив школу Ахмадулина, не поступившая на журфак МГУ, год работала внештатным корреспондентом многотиражной газеты «Метростроевец». Печататься начала в 1955 году, еще до поступления в литературный институт. Она занималась в литературном объединении под руководством Евгения Винокурова при автозаводе имени Лихачева. В мае 1955 года в «Комсомольской правде» появилась подборка стихов участников литобъединения, в которые вошло и стихотворение Ахмадулиной «Родина». Именно с этого момента начинается отчет ее поэтических публикаций. В том же году Ахмадулина подала документы в литературный институт имени Горького. Поступление ее было сопровождено восторженным отзывом Ильи Сельвинского, который рецензировал ее стихи. «Стихи поразительные по силе, свежести, чистоте души, глубине чувства принять обязательно». Помимо этого официального отзыва Сельвинский обратился к Абитуренке с личным письмом. Вхождение Ахмадулиной в литературу совпало с годами оттепели, когда поэзия пользовалась необыкновенной популярностью. Ахмадулина в эти годы печаталась в газетах и журналах, выступала на поэтических вечерах, участвовала в жарких спорах и дискуссиях в аудиториях и общежитиях литературного института. Ее стихи быстро сделали имя известным. Вместе с Евтушенко, Вознесенским, Рождественским и Акуджавой она оказалась на гребне поэтической волны в конце 50-х – начале 60-х годов. Молодые поэты, эстрадное поколение, как их называли позже, обозначая таким образом не столько поэтический строй, сколько способ общения с читателем, были максималистами, не признавали полутонов, осуждали неискренность в литературе и жизни. Ахмадулина гордо провозглашала «мне не пришлось сказать ни слова, ни слова маленького лжи». И она имела право на такие слова. Искренняя проникновенная интонация, артистизм самого облика поэтессы определяли своеобразие ее исполнительской манеры. Позднее, в 70-е годы, Ахмадулина говорила об обманчивой легкости этих выступлений. По грани роковой, по остырью каната. Ее юная жизнь складывалась не только счастливо и беспечно. Причиной тому были и отрицательные, порой грубые оценки ее творчества, идеологическое дергивание и исключение из литературного института в 1959 году, в связи с тем, что она отказалась участвовать в травле Пастернака после присуждения ему Нобелевской премии. В тот трудный год Ахмадулиной помог главный редактор литературной газеты Смирнов, предложивший ей стать внештатным корреспондентом литературной газеты в Сибири. Но все же это было время оттепеля, и вскоре Ахмадулина была восстановлена в институте, где защитила дипломную работу стихи и переводы. С тех пор она неоднократно обращалась к переводческой деятельности, сделав великолепные поэтические переводы с грузинского, армянского, абхазского, чешского, польского, сербского, хорватского, французского и итальянского языков. В 1962 году в издательстве «Советский писатель» вышел первый поэтический сборник Беллы Ахмадулиной «Струна». Появились многочисленные персонально адресованные отклики и рецензии, большинство из которых было положительным. Тогда же, после выхода первого сборника, Ахмадулину приняли в союз писателей. Интересна и другая грань таланта Беллы Ахмадулиной. Она приняла участие в съемках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», где читала свои стихи в сцене поэтического вечера в большой аудитории Политехнического музея. А в 1964 году снялась в роли журналистки в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень». Лента получила «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции. Кино впоследствии еще не раз всплывет в ее жизни, например, в виде песен на ее стихи в фильмах «Достояние республики», «Ирония судьбы или с легким паром», «Служебный роман», «Жестокий романс». Ахмадулина читала свои стихи за кадром в фильмах «Чистые пруды», «Спорт-спорт-спорт», «Венок сонетов». Второй отечественный сборник Ахмадулиной «Уроки музыки» появился в 1969 году и получил гораздо меньше откликов в прессе, чем первый, хотя явился значительным событием в ее творческой жизни и свидетельствовал о развитии поэтического дара. В 1970-е годы вышло еще несколько книг Ахмадулиной «Стихи», «Свеча» и «Метель». Это были годы окончательного становления, когда произошло то, что позволяет говорить об эволюции лирического я Ахмадулиной, о совершенствовании ее индивидуального стиля. Единственный большой однотомник ее стихов «Сны» о Грузии был издан в Грузии, горячо любимом ею крае, где у нее было много друзей и знакомых, поддерживающих ее в трудные годы. Анализируя творческий путь была Ахмадулиной, можно достаточно определенно разделить его на три этапа. Первый этап, который условно можно назвать начальная пора, завершается поэмой «Моя родословная». Второй, пора становления, хронологически заканчивается участием в неподцензурном литературном альмонахе «Метрополь», в котором Ахмадулина в 1979 году опубликовала сюрреалистический рассказ «Много собак и собака». И, наконец, третий этап, пора зрелости, открывает большое стихотворение «Мы начали вместе» «Рабочие, я и зима». Еще в первом сборнике четко обозначились ведущие темы поэзии была Ахмадулиной «Дружба», «Творчество», «Природа». На протяжении всего творческого пути ей было свойственно требовательное отношение к слову, как выразителю поэтической и жизненной позиции. Не случайно ее лирическую героиню характеризует душевная сосредоточенность, самоанализ. Эти качества отличали поэзию Ахмадулиной от громкой, открытой публицистичности Евтушенко, Вознесенского и Рождественского, хотя всех их объединяло чувство движения времени, острое ощущение новизны. При всей оригинальности в лирике поэтессы проявилось пристальное внимание к традициям русской классической литературы и творческому опыту модернизма. С Пушкиным связывается тема «Дружба», которая для Ахмадулиной воплощение благородства и жерственности, спасение от всех зол. В стихотворении «Зимняя замкнутость» лирическая героиня переживает свое одиночество, мечтает о встрече с другом, представляет его приезд. Исследователи отмечают, что у Ахмадулиной нет любовной лирики в общепризнанном значении слова. Эстетическая доминанта творчества Ахмадулиной — стремление воспеть, воздать благодарение любой малости. Чаще всего она передает чувство любви не к конкретному человеку, а к людям вообще, к человечеству, к природе. Друзья поэтессы утверждали, что, будучи хрупкой и нежной, она обладала твердым, независимым характером и огромной внутренней силой. Мотив одиночества у Ахмадулиной тоже центральный, и здесь, несомненно, сильно влияние Лермонтова. Одиночество неизбежно, оно воспринимается лирической героиней, как неотъемлемая составляющая судьбы поэта. Значительный след в поэзии Ахмадулиной оставила творчество Марины Цветаевой. Искусство и время, творчество и бытие — эти вопросы никогда не покидали Цветаеву. Они же стали одними из главных в лирике Ахмадулиной. В восприятии и отражении природы многое дало Ахмадулиной творчество Пастернака, и в их поэзии природа является действующим лицом, полна живыми существами. Но если в природе Пастернака преобладает беспорядок, хаос, то у Ахмадулиной она гармонична, и личность лирической героини находит себе творческое соответствие в природных явлениях. Возвышенная лексика, метафоричность, изысканная стилизация старинного слога, музыкальность и интенционная свобода стиха делали поэзию Ахмадулиной легко узнаваемой. Сама стилистика ее речи являлась бегством от современности, срединности, обыденности, способом познания идеального микрокосма, которое Ахмадулина наделяла своими ценностями и смыслами. Выступления Ахмадулиной собирали полные залы, площади, стадионы. Особенным был не только голос поэтесса, но и ее художественный стиль. Была Ахмадулина использовала в текстах интересные метафоры, писала слогом «Золотого века». 1980-е годы были наиболее трудными в судьбе Ахмадулиной. Они отягощены для нее многими трагическими обстоятельствами. Сборники «Тайна» и «Сад» свидетельствуют о сложных переживаниях, во многом изменивших ее творчество. Жесткая цензура, уменьшение тиражей ее книг, а в некоторые годы и вообще отсутствие ее произведений в печати, потеря друзей, оказавшихся в эмиграции. Годы перестройки вызвали некоторые изменения и в поэтической судьбе было Ахмадулиной. Появилась возможность опубликовать задержанные цензуры стихотворения, в том числе и христианского содержания. Стали чаще выходить ее поэтические сборники. В 1997 году к юбилею Ахмадулиной вышел трехтомник ее сочинений, включивший кроме стихов прозу, переводы, воспоминания, статьи и выступления, поэтические посвящения. В последующие годы неоднократно выходили сборники ее стихов. Была Ахмадулина, безусловно, была женщиной вне времени и вне пространства, поэтессой со своим стилем, своим голосом и совершенно неподражаемой манера чтения стихов, которую узнаешь из тысячи. «Сокровищем русской поэзии» назвал поэт Иосиф Бродский Беллу Ахмадулину. Ее творчество стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской словесности второй половины 20-го столетия. Это было время возрождения советской поэзии. Предлагаем вашему вниманию библиографический список по данной теме.